здравствуйте друзья спрашивают вот американская толерантность это вообще как и где границы американской толерантности я бы разделил наверное вот эту толерантность на две составляющие вот есть нечто сиюминутное что может повлиять на уровень толерантности в обществе например если вам говорят вот там скажем 11 сентября пример живой настоящей жизни 11 сентября взрывается значит там два самолета здание разрушены 3000 человек погибших понятно что в обществе как бы волнение поднимается вопрос значит готовится закон по безопасности и он собственно действует сегодня и вот при обсуждении этого закона встает вопрос насколько глубоко и далеко могут залезать секретные службы в личные дела граждан и в общем кто это контролирует дело в том что после случая с вот эргейским скандалом когда спецслужбы использовали для того чтобы значит там в интересах одной партии шмонать офис другой партии вот общество стало как бы таким обостренно чувствительным к деятельности спецслужб их ограничили тут и ограничили дамы и вот у нас спецслужбы как бы куда не положено но фусовать не мог и вот вдруг значит как быть там с перепиской например да вот каких-то подозрительных лиц это чего санкция прокурора нужно например или не очень нужна или они могут сами вот допустим на свое усмотрение по этим возникает вопрос о соотношении прав граждан и национальной безопасности и это вопрос не плохой на самом деле потому что если вы задумаетесь над этим то вы увидите что в разных странах этот вопрос решается очень и очень по-разному например в соединенных штатах абсолютно не было никакой истерии по поводу того чтобы отказаться от прав граждан в пользу такой общей тотальный такой коллективной безопасности и вот и пусть нас органы обеспечит при том что мы знаем как бы страны где другая психология даме менталитет там терпимость там и так далее толерантность значит вот это как бы фундамент который есть в американской толерантности терпимости менталитете вот это фундаментальная основа не поколебалась при том что безусловно что конкретное событие какую-то волну такую сверху значит добавляет к этому всему то есть меняется как бы суммарная линия но тем не менее есть какая-то твердая основа если начнут такие дела происходить каждую неделю понимаете и уже станет вопрос о том что ну действительно вот не продохнуть да тогда наверное и фундаментальная часть тоже как-то начнет значит там меня то есть возвращаясь к тому что есть два компонента один компонент это такой устойчивый на продолжительном промежутке времени на него можно рассчитывать и второй компонент вот этот толерантности он так или иначе зависит эта функция текущих событий каких-то тогда но кроме того как вам сказать тут есть еще масса инструментов воздействия на общество например вот я помню опять если возвращаемся к 11 сентября то когда это все произошло практически все средства массовой информации понимая что может возникнуть какая-то волна неприязни или там не дай бог каких-то действий физических против мусульман они объясняли ну начали объяснять что что такое ислам значит почему там бывает экстремистский ислам но вот в основном это совершенно какой спокойный разумные там и так далее так далее то есть есть очень мощный аппарат как бы воздействие на людей до который говорит ну пацаны мне это самое спокойнее хотя я вам скажу что вот я жил в этот момент в городе саратога это очень такое дорогое место это 5 зипкод в стране по дороговизне домов и казалось бы там уже живут люди но и там очень интернациональная обстановка там очень 20 процентов этой выходцы из ирана понимаете там и китайцы и индусы и так далее казалось бы уже люди то ну и там был случай один мужик белый убил соседа который был сикхом и ходил в тюрбане но он настолько был заведен и настолько вот его трясло от ненависти надо писал убил человек который и не мусульманин то вовсе понимаете это вот когда идет еврейский погром пойти вот взяли чеками избили там или убили за то что в очках был не надо быть евреем для этого пойти не надо быть мусульманином для того чтобы тебе по голове кирпичом дали когда били мусульман или били евреи так вот есть очень мощная традиция понимаете вот это вот много культурного плавильного котла страна выстрадала свою толерантность она ее она получила мощнейшую прививку от нетолерантности в отношениях черных и белых это же была болевая точка бываете это какой вот это прививка вот какой то значит там воспаление было а сейчас есть иммунитет и это не только в отношении там черных это поднять или там не галатина там и так далее то есть у страны мощный иммунитет и в терпимости расовой и терпимости там как меньшинством там этническим и меньшинством сексуальным и женщина мы там я не знаю и как бы часть вот менталитет что ли состоит в том что если ты например имеешь дело с кем-то кто слабенький маленький то нужно особое внимание чтобы его не обидеть то что его легче обидеть маленького и слабенький это кардинально отличается от другого типа менталитета нам с вами знакомого когда говорит если ты маленькие слабенький так ты вообще заткнись потому что тут есть как бы другие до которые важнее чем ты значит и другая как бы ментальность то есть слабенького надо поддержать Поддержать, успокоить, чтобы он не чувствовал себя, понимаете, вот он, допустим, не говорит по-английски, что делать, а мы ему вот все публикации, которые нужны, мы ему там на его языке, на филиппинском, там, как он называется, есть название специально, вот, там, я не знаю, на хинди, на русском, там, на вьетнамском, понимаете, поддержать слабенького. И вот, вот это такая толерантность к инвалидам, так что есть как бы вот общество в целом спокойное, понимаете, если общество в целом из спокойного станет в целом неспокойным, ну, ну, конечно, тут будет намного больше, значит, негативных проявлений, там, нетолерантности. Это общество было гораздо более неспокойным какое-то время назад, вот, было больше проявлений ненависти открытых, там, с куклом, с кланом, каким-то, там, я не знаю, с совместным, с раздельным, там, против совместного обучения, там, скажем, черных и белых, страна знала расовые волнения и так далее, то есть вся-всяко бывало, вот. Но сейчас, сейчас вот так, то есть я бы сказал, что уровень толерантности, ну, такой, как бы сказать, практичный, понимаете, то есть нет такого, чтобы сейчас идти весь мир осчастливить, там, уничтожив всех, ну, там, нехороших, не знаю, евреев, черных, мусульман, индейцев, там, вот, вот нет такого, понимаете, нет такого, чтобы осчастливить. Есть задача жить мирно, спокойно и договариваться всюду, где можно договориться. Я вот даже вам скажу, что часто, ну, как бы есть такой стандартный набор государств, у которых с Соединенными Штатами были вооруженные конфликты, там, последние, там, не знаю, 20-30 лет. И вот говорят, вот, 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 я когда смотрю на список этих стран, и всякий раз это ситуация, когда не удалось договориться. Понимаете, вот, допустим, там, ситуация в Югославии, не удавалось договориться. Вот был конфликт, никак не удавалось, ведь несколько лет же пытались договориться, там, европейцы, американцы вообще там, как бы, немножко сбоку были, как бы, их европейцы вынудили вместе с ними, там, вмешаться. Но этого милошади, уж сколько же его уговарили, это, господи, боже мой. Ну, вот, они пытались договориться, пытались договориться, никак не могли договориться. И с Саддамом, вот, он захватил Кувейт, и с ним пытались договориться, и снова пытались договориться, и опять пытались договориться. И, ну, ну, ни в какую. И когда уже там войска 100 тысяч стояли, он говорит, ладно, говорит, он, уйду из Кувейта. Так кто же там теперь разговаривает-то будет? Тоже мне. Поэтому, понимаете, они, да, пытаются договориться. Меньше всего на свете им хочется совершать непрактичные действия. Войны, тем более, это очень дорого. Вот, поэтому, то есть я не хочу сказать, что все поголовные. То есть есть люди, которые более агрессивны, менее агрессивны, по-разному. Но в целом, если мы говорим про уровень толерантности, про спокойствие, неспокойствие, и как бы, допустим, не развивались отношения, там, я не знаю, Обамы и, скажем, Путина, никоим образом, вот, допустим, ни на кого из вас лично, если вы приедете, там, скажем, из России, и они узнают, что вы из России, никто не скажет, ах ты такой-сякой, что же это вы? Даже в голову не придет. А вообще не переносит на живого человека, на конкретного. Не в том смысле, что он еще живой, а в том смысле, что вот межличностный, никому даже в голову не приходит. Вы, может быть, видите, иногда вот я там в винодельне был, там Аняка слышит русскую речь, там они очень доброжелательны, ой, вы откуда, вы оттуда, вы отсюда, там. Это никто не кидается, даже у него лицо не меняется, там, скажем, в какую-то такую негативную сторону. Ну, спокойная. Вот, поэтому я об этом рассказываю не для того, чтобы на самом деле сравнить, там, вот, толерантность, там, в одной стране, или, там, отсутствие толерантности в другой стране. Это разные миры, разные культуры, они складывались столетиями на разных совершенно основах, они прошли разный исторический путь и так далее. Поэтому, ну, даже, я не знаю, просто как вопрос там задали, и, может быть, хочется понять, вот, как это в принципиальном плане функционирует. Ну, вот так. Но вы должны тоже понимать, что люди разные, социальные группы разные, религии, да, конфессии разные, и есть, скажем, какие-то более толерантные, есть менее толерантные, есть, опять, воинствующие, там, менее воинствующие, и так далее. Есть расовые отличия, есть культурные, есть люди из разных стран, и, как бы, там, допустим, есть Bible Belt, да, вот там, в центральной части страны, там, так, там, много штатов, где живут верующие люди, вот они там определенным образом жизни живут. Понимаете, там, там один мир, и там один уровень толерантности или нетолерантности. Они не принимают, там, допустим, однополые браки, они не принимают, скажем, аборты и так далее. Вот доходило до того, что убивали врачей, которые аборты делают, вот экстремисты уже такие совсем правые, религиозные. Такое тоже бывало. Поэтому все очень по-разному. Я бы так сказал, что уровень толерантности на самом деле регулирует человек, который селится в том месте или в этом. То есть есть места, где очень либерально, а есть места, где, допустим, наоборот, очень консервативно, и это тоже влияет на уровень толерантности. То есть либералы обычно более толерантные, там, скажем, консерваторы более жесткие. И сказать, кто из них прав, там, кто из них виноват, так тоже не получается. Потому что где-то одни, где-то другие. Поэтому страна, так она колеблется, скажем, может быть, больше времени, там, демократы у власти, меньше времени республиканцы. Но это зависит от экономики, от политики, от войн, угроз. Есть деньги, чтобы там поделить, да, или там нет денег, чтобы поделить. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому так, в общем, достаточно общий разговор, потому что конкретного не получается. Неоднородная очень страна. Очень неоднородная. Я даже, я не думаю, что, скажем, Россия однородная, или там Украина однородная, или, я не знаю, там, Швейцария, да, Швейцария точно не однородная. Ну, в общем, короче, такая вот история. Счастливо!